Расскажу я тебе историю, которую сам слышал в детстве. Всякий раз, как она мне вспоминалась потом, она казалась мне все лучше и лучше, с историями ведь бывает то же, что со многими людьми, и они становятся с годами все лучше и лучше, а это куда как хорошо. Тебе ведь случалось бывать за городом, где ютятся старые престарые избушки с соломенными кровлями? Крыши у них поросли мхом и травой, на коньке непременно гнездо аиста, стены покосились, окошки низенькие, и открывается всего только одно. Хлебная печь выпячивает на улицу свое толстенькое брюшко, а через изгородь перевешивается бузина. Если же где случится лужица воды, там уж, глядишь, утка и утята плавают и корявая ее приткнулась. Ну и, конечно, возле избушки есть и цепная собака, что лает на всех и каждого. 3Вот точь-в-точь такая-то избушка и стояла у нас за городом, а в ней жили старички, муж с женой. 4Как нескромно было их хозяйство, а кое без чего они все же могли бы и обойтись, была у них лошадь, кормившаяся травой, что росла у придорожной канавы. 5Муж ездил на лошадке в город, одалживал ее соседям, ну, а уж известно, за услугу отплачивает услугой. 9Но все-таки выгоднее было бы продать эту лошадь или поменять на что-нибудь более полезное? 9Да вот на что? 9- Ну, уж тебе это лучше знать, муженек! 9- Сказала жена. 6- Нынче как раз ярмарка в городе, поезжай туда да и продай лошадку или поменяй с выгодой. 9Уж что ты сделаешь, то и ладно. 9Поезжай с Богом! 9И она повязала ему на шею платок, это-то она все-таки умела делать лучше мужа, завязала его двойным узлом, очень шикарно вышла. 9Потом пригладила шляпу старика ладонью и поцеловала его в губы. 9И вот поехал он в город на лошади, которую надо было или продать, или обменять. 9Уж он-то знал свое дело! 9Солнце так и пекло, на небе не облачко! 9Пыль на дороге стояла столбом, столько ехало и шло народу, кто в тележке, кто верхом, а кто и просто пешком. 9Жара была страшная, солнце пек и не малейшие тени по всей дороге. 6Шел среди прочих и какой-то человек с коровой, вот уж была корова так корова! 9Чудесная! 9- Верно, и молоко дает чудесное! 9- Подумал наш крестьянин. 9То-то была бы мена, если бы сменять на нее лошадь! 6- Эй ты, с коровой! 9- Крикнул он. 9- Постой-ка! 9Видишь мою лошадь? 9Я думаю, она стоит дороже твоей коровы. 9Но так и быть, мне коровы сподручнее. 6Поменяемся? 9- Ладно! 9- ответил тот, и они поменялись. 9Дело было слажено, и крестьянин мог повернуть вас свояси, он ведь сделал то, что задумал, но раз уж он решил побывать на ярмарке, 9так и надо было, хотя бы для того только, чтоб поглядеть на нее. 9Вот и пошел он с коровой дальше. 9Шагал он быстро, корова не отставала, и они скоро нагнали человека, который вел овцу. 9Добрая была овца, в теле и шерсть густая. 9- Вот бы мне такую! 9- подумал крестьянин. 9- Это и бы хватило травы на нашем краю канавы, а зимою ее и в избушке можно держать. 9И-то сказать, нам сподручнее держать овцу, чем корову. 9Поменяться, что ли? 3Владелец овцы охотно согласился, мена состоялась, и крестьянин зашагал по дороге с овцой. 5Вдруг у придорожного плетня он увидал человека с большим гусем под мышкой. 9- Ишь гусь еще-то у тебя какой! 9- сказал крестьянин. 1- У него и жиры и пера вдоволь! 8А ведь любо было бы поглядеть, как он стоит на прильзе у нашей лужи! 9Да и старухе моей было бы для кого собирать отбросы! 6Она часто говорит, 9- Ах, кабы у нас был гусь! 9Ну вот, теперь есть случай добыть его. 9И она его получит! 9Хочешь меняться? 9Дам тебе за гусь овцу да спасибо в придачу! 9Тот не отказался, и они поменялись, крестьянин получил гуси! 8Вот и до городской заставы рукой подать! 9Толкотни на дороге прибавилось, люди и животные, сбившись толпой, шли по канаве и даже по картофельному полю сторожа. 8Тут бродила курица-сторожа, но ее привязали к изгороде веревочкой, чтобы она не испугалась народа и не отбилась от дома. 2Короткохвостая была курица, подмигивала одним глазом и вообще на вид хоть куда. 9- Кут-кудах! 9- бормотала она. 9Что хотела она этим сказать, не знаю, но крестьянин, слушая ее, думал, 9- Лучше этой курицы я и не видывал. 7Она красивее на сетке священника, вот бы нам ее! 9Курица везде сыщет себе зернышко, почитая что сама себя прокормит. 9Право, хорошо было бы сменять на нее гуси. 5- Хочешь меняться? 3- Спросил он у сторожа. 9- Меняться? 9Отчего ж? 5- ответил тот. 7И они поменялись. 9Стораж взял себе гуся, а крестьянин, курицу. 9Немало-таки дел сделал он на пути в город, а жара стояла ужасная, и подчеркивание вертикальные слэш подчеркивание вертикальные слэш подчеркивание 0поравно тридцать. 9Он сильно умаялся. 9Не худо было бы теперь перекусить да выпить. 8А постоял и двор тут как тут. 9К нему он и направился, а оттуда выходил в эту минуту работник с большим, туго набитым мешком, и они встретились в дверях. 8- Чего у тебя там? 5- спросил крестьянин. 9- Гнилые яблоки! 9- ответил работник. 9- Несу полный мешок свиньям. 9- Такую-то уйму! 9Вот бы поглядела моя старуха! 9У нас в прошлом году уродилось на старой яблони своего одно яблочко, так мы берегли его в сундуке, пока не сгнило. 9Все же это показывает, что в доме достаток, – говорила старуха. 9Вот бы посмотрела она на такой достаток! 9Да, надо будет порадовать ее! 9А что дадите за мешок? 9- спросил парень. 5- Что дам? 9Да вот курицу! 9- И он отдал курицу, взял мешок с яблоками, вошел в горницу, и прямо к прилавку, а мешок приткнул к самой печке. 9Она топилась, но крестьянин и не подумал об этом. 9В горнице была пропасть гостей, барышники, торговцы скотом и два англичанина, такие богатые, что карманы у них чуть не лопались от золота, 9и большие охотники биться об заклад. 9Теперь слушайте! 9ЗСС! 9ЗСС! 9Что это за звуки раздались у печки? 9А это яблоки начали печься! 9- Что там такое? 9- спросили гости и сейчас же узнали всю историю о мне лошади на корову, коровы на овцу и так далее, да мешка с гнилыми яблоками. 9- Ну и попадет тебе от старухи, когда вернешься! 9- Сказали они. 9Та-то к Рику будет! 9- Поцелует она меня, вот и все! 9- Сказал крестьянин. 9- А еще скажет, 9Уж что муженек сделает, то и ладно! 9- А вот посмотрим! 9- Сказали англичане. 9- Ставим бочку золота! 9В мере сто фунтов! 9- И полного четверика довольно! 9- Сказал крестьянин. 9- Я-то могу поставить только полную мерку яблок до нас и старухой в придачу! 9Так мерка-то выйдет уж сверхом! 9- Идет! 8- Сказали те и ударили на рукам. 9Подъехала тележка хозяина, англичане влезли, крестьянин тоже, взвалили и яблоки, покатили к избушке крестьянина. 9- Здравствуй, старуха! 9- Здравствуй, муженек! 9- Ну, я променял! 9- Да уж ты свое дело знаешь! 9- Сказала жена, обняла его, а на мешок и англичан даже и не взглянула. 9- Я променял лошадь на корову! 9- Слава богу, с молоком будем! 9- Сказала жена. 9- Будем кушать и масло и сыр! 9Вот мена так мена! 9Так-то так, да корову-то я сменял на овцу! 9- И того лучше! 9- Ответила жена. 1- Обо всем-то ты подумаешь! 9У нас и трава-то как раз на овцу! 9Будем теперь с овечьим молоком и сыром, да еще шерстяные чулки и даже фуфайки буду! 9Корова-то этого не даст! 9Она линяет! 8Вот какой ты, право, умный! 8- Я и овцу променял, на гуси! 9- Как, неужто у нас в этом году будет к Мартинову дню жареный гусь, муженек? 9Все-то ты думаешь, чем бы порадовать меня! 9Вот ведь славно придумал! 9Гуси можно будет держать на привязи, чтобы он еще больше разжирел к Мартинову дню! 9- Я и гуси променял, на курицу! 9- Сказал муж. 9- На курицу! 1Вот это мина! 9Курица нанесет яиц, высидят цыплят, заведем целый птичник! 9Вот чего мне давно хотелось! 8А курицу-то я променял на мешок гнилых яблок! 9- Ну так дай же мне расцеловать тебя! 8- Сказала жена. 5- Спасибо тебе, муженек! 9Вот послушай, что я расскажу тебе! 9Ты уехал, а я и подумала, 9- Дай-ка приготовлю ему к вечеру что-нибудь повкуснее, яичницу с луком! 9Яйца-то у меня были, а лука не было! 9Я и пойду к жене школьного учителя! 5Я знаю, лук у них есть, но она ведь скупая-прескупая! 9Я прошу одолжить мне луку, а она, 9- Одолжить! 9Ничего у нас в саду не растет, даже гнилого яблока не отыщешь! 9Ну, а я теперь могу одолжить ей хоть десяток, хоть целый мешок! 9Вот смеху-то, муженек! 9- И она опять поцеловала его в губы! 9- Вот это нам нравится! 9- вскричали англичане! 9Все хуже да хуже, и все нипочем! 9За это и деньги отдать не жаль! 9И они отсыпали крестьянину за то, что ему достались поцелуи, а не трепка, целую меру золотых! 9Да, уж если жена считает мужа умнее всех на свете и все, что он не делает, находит хорошим, это без награды не остается! 9Вот и вся история! 9Я слышал ее в детстве, а теперь рассказал ее тебе, и ты теперь знаешь, уж что муженек сделает, то и ладно!